В лёгкой атлетике Елизавета Федулова с 9 лет. Заметила девочку-школьный учитель физкультуры и настойчиво рекомендовала развивать способности. Вот уже четвёртый год Елизавета тренируется в спортшколе Юпитер и есть результаты. Я довольна своими результатами, в принципе. Я мечтала на УРФО места занимать, быть не в конце списка на России. Ну, я чемпионка города, чемпионка области. В 2019 году мы эстафетной командой заняли первое место на УРФО. В 2020-м разрешили соревнования, мы с тренером поехали снова на УРФО. И я заняла тоже третье место на 800. И в этом году тоже третье место на УРФО. Но, к сожалению, чуть-чуть упустила второе место. Впереди у Лизы важный рубеж. Норматив кандидатов в мастера спорта. Чемпионат города, чемпионат области. Это главное на ближайшее время. Хотя есть, конечно, и более масштабные мечты. Мотивация, регулярные тренировки, непременные этапы на пути к победе. Но и от спортивной формы, и от обуви многое зависит. При поддержке Евраза спортшкола Юпитер не раз получала спортивное оборудование и экипировку. В текущем году на это было направлено 350 тысяч рублей. Новую форму недавно приобрели. 50 комплектов. Есть чем на спортивный парад выйти и на пьедестал подняться. Кроссовки и шиповки тоже приобретаются регулярно. Прочные, атлеты говорят, практически невесомые. Владив бегает Пирогов, чемпион России. Этот серебряный призер России Кропинов. И вся группа, почти все старшие одеты в кроссовки и шиповки имеют. Пирогов стал рекордсменом области. У нас пробежал 48-12. Это результат близко к мастеру спорта. Сейчас Кропинов идет по его стопам. Он выиграл первенство области, тоже пробежал 50-11. Мы 50-19. За время тренировок и соревнований, наверное, с десяток пар шиповок износил, говорит Алексей Пирогов. Для моей специализации, то есть для 400 метров, намного плотнее и жестче, что позволяет бежать быстрее. Вы их, так сказать, уже обновили, побеждали в них? Было дело. Выступали на первенстве России в эстафете и победили. Финансирование поездки восьми атлетов на тренировочные сборы в Анапу также взял на себя Евраз. После этого выступали на соревнованиях очень удачно. Сейчас приехали в первенство РФО и привезли пять медалей. Сейчас пять человек у нас выполнили. Первый взрослый разряд. Кстати, в Анапе подсмотрели у коллег и уже приобрели себе специальный массажер для разминки. Очень помогает спортсменам. Сейчас в спортшколе проходят подготовительные тренировки. А в конце июня Дмитрий Кропинов, Полина Сабитова и Саканцев Илья отправятся на первенство России в Краснодар. Субтитры создавал DimaTorzok